На Кубани, в 40 километрах от города Ейска, на берегу Азовского моря, есть один рыбацкий посёлок под названием Переправа, раскинувшийся вокруг элеватора. Мы переехали туда в начале марта 1927 года. Море было ещё покрыто льдом, и над ним бушевали метели. Нашу избушку так заносило снегом, что утром и не выйдешь без лопаты. Но изба была тёплая, и топили мы её кизяком. Это навоз, смешанный с соломой, который мы покупали у крестьян. Ну вот пройдут зимние холода, пригреет весеннее солнышко и начинает оживать степь. Зазеленеет ковыль и начнёт бурно расти, тронется лёд на море, уносимый быстрым течением, и на заводь в камыши прилетят лебеди. Здесь стоянка птиц. Отдых для тех птиц, которые будут лететь дальше, на север. Усталые и голодные садятся косяки диких гусей и уток на воду. Шум крыльев и птичий гомон будил нас иногда даже ночью. Работу в городе найти уже было невозможно, и мы вынуждены были уехать в Мариуполь. В это время заканчивала своё существование новая экономическая политика – НЭП. И хотя шли бои за организацию колхозов, частников было ещё много на Мариупольском базаре. Наступила безработица, и денег у людей не стало. Да и у нас заканчивались средства к существованию, и мы со страхом смотрели в будущее. Мой муж долго искал себе хоть какую-нибудь работу, а как только встал на учёт биржи труда, то его сразу же арестовали. К этому времени мой отец уже умер. И я осталась одна, с двумя детьми на руках, без средств к существованию и без какой-либо помощи, с призрачной надеждой найти работу. Я начала поиск и на фабриках, и в конторах, и на строительстве. Но везде один ответ – «Работы нет! Сокращение штата!» С открытием биржи труда стали вводить послужные списки. Большой зал биржи уже не мог вмещать в себя всех безработных, и очереди двигались очень медленно. Чтобы подойти к столу регистратора, нужно было простоять в очереди почти целый день. «Послужной список есть?» «Нет, я ещё не работала». «Где работает ваш муж?» «А, понятно, приходите завтра». «Но у меня голодные дети, я готова на самую тяжёлую работу». «Я сказал, приходите завтра, следующий!» И толпа уже оттесняла меня от окна. Иногда попадалась кое-какая временная работа на стройке или по уборке магазинов. Но это меня не устраивало. За день тяжёлой работы можно было купить только небольшой кусочек хлеба. И мы голодали. «Мама, ты принесла хлеба?» «Нет, детки, сегодня я не смогла найти работу». «Так принеси нам завтра». Так почти каждый день встречали меня мои дети. После шестилетнего заключения вернулся мой муж. Под надзором НКВД работу было не найти, друзей не осталось. Одни из них арестованы, другие отвернулись. Отчаившись, он нашёл дурную компанию, в которой частенько выпивал и возвращался пьяным. И так до самой катастрофы, которая окончательно разрушила нашу семью. Мариуполь был главным городом нашего региона, и наша контора считалась районной. А сельсоветы, прикреплённые к нашей конторе, называли периферией. Крестьяне, жившие на периферии, как имевшие, так и не имевшие скота, облагались определённой нормой мясозаготовки и должны были сдавать эту норму на нашу базу. Кроме того, изымали излишки, недоимки и даже забирали скот у злостных неплательщиков, то есть у тех, кто просто не мог расстаться со своей последней коровушкой или козой. Первый раз в жизни я видела, как корова плачет. В чете пожилых людей было предписано отдать их единственную корову государству. «Мы, — говорил нам старик, — всю дорогу плакали, а моя старуха всё обнимала да обнимала свою Машку, а та как будто понимала, куда её ведут, и тоже плакала». У коровы действительно из глаз текли слёзы. Пообнимали старики свою коровку, поплакали мы все вместе и поплелись обездоленные старые люди за десять километров пешком в свою деревеньку. Режим, который, по идее, должен был представлять интересы рабоче-крестьянского класса, только что ограбил их. Политика изъятия зерна участников началась в 1920-х годах. И когда государство позже поняло, что им не обойтись без частного сектора, власти ввели новую экономическую политику — НЭП. С приходом Сталина государство начало политику крайних и репрессивных мер по организации коллективных хозяйств. Зерно выметали дочисто из крестьянских закромов. Семьи раскулаченных направляли в Сибирь или на Соловки, не щадя ни больных, ни детей, ни стариков. Не давали собраться в дорогу, взять с собой тёплую одежду или проститься с близкими. Прикладами выгоняли из домов, прикладами загоняли в грузовики, несмотря на крики, причитания и стоны. Власти разместили в нашем доме около пятидесяти бездомных подростков. Моя кухня неожиданно превратилась в коммуналку. Разговор с ними не удавался, но познакомиться как-то надо. «Возьми книжку, да почитаем что-нибудь», посоветовал мой муж. Чтобы произвести сильное впечатление, я решила выбрать рассказ о семи повешенных Андреева. «Ну, ребята, — говорю я, зайдя к ним на кухню, — хочется мне вам почитать. Можно?» Некоторые буркнули. «Читай!» Другие же враждебно молчали, с явным намерением сказать что-либо обидное. Они не проявляли никакого интереса, но я терпеливо читала дальше. В тот вечер книгу я не закончила, а когда стала уходить, то некоторые просили прийти еще и дочитать. На другой вечер собралось больше народа и слушали внимательно, и даже шикали на товарищей. Пронеслась и эта буря. Жизнь шла стремительно. Прежде, чем у тебя хватало времени подумать о завтрашнем дне, заботы сегодняшнего поглощали тебя. Аресты продолжались. Вот забрали врагов народа, греков и украинцев, потом инженеров, начальников цехов, директоров и их заместителей, работников банков и многих других. Забрали и моего мужа. Встретимся на небесах. Прости и прощай. Один раз заняла я очередь на базаре еще с вечера, чтобы к семи часам утра, когда откроют магазин, быть одной из первых, ведь к девяти нужно было успеть еще на работу. Когда в очереди выдали номерки, я, предупредив впереди стоящих и тех, кто за мной, пошла домой проведать своих больных детей. У многих дома были больные дети, требовавшие ухода. Было около четырех часов утра, холодно, морозно и страшно. Бегу я посередине улицы без оглядки, спешу домой. Поворачивая на нашу улицу около здания НКВД, я вдруг увидела грузовики, направлявшиеся к вокзалу. Я насчитала восемь грузовиков. Чтобы не отстать от них, я перешла на тротуар и пошла быстрее. Все-таки с ними не так страшно. Взглянув в последний грузовик, я чуть не закричала от ужаса. Из-под натянутого брезента смотрели на меня несколько пар живых человеческих глаз. Ноги мои подкосились. Я остановилась. Вдруг мысли, как стрелой, пронзили меня. Там арестованы, и меня могут взять тут же на улице, и я никогда не увижу своих детей. Грузовики повернули за угол, и я пустилась бежать домой. По-видимому, вывозили арестованных из подвалов НКВД на вокзал. За несколько дней растерзали немцы Польшу и закружились там злым вихрем. Побежали поляки к русским границам, ища спасения, да встретили братские штыки. Видно, русским затуманила головы путанная речь Риббентропа. Двенадцать тысяч польских офицеров нашли себе приют в Катыне. Но не избежала России участи Польши. Хлынули немецкие коршуны на русскую землю, крушая, сметая, огнем все живое, неся смерть. Началась война. Повалили беженцы. Еще тогда, когда взорвалась над Польшей первая бомба, в нашем городе не стало в продуктовых магазинах ни хлеба, ни других продуктов. За четвертью фунта маргарина стояла я в очереди за семью тысячами человек, а за нами было еще столько же. Мы стояли день и ночь и ничего не получали. После бомбежки завод Азовсталь прекратил свою работу, и с него начали эвакуировать оборудование и лучших специалистов. После Азовстали остановился и завод Ильича, где рабочих было еще больше. остановились все городские мелкие фабрики и заводы. Так, что в один день сто пятьдесят тысяч людей остались без работы. Как мы будем кормить наших детей, стариков, инвалидов? Где достать денег, чтобы купить хлеб? Ни у кого не было накоплений. Все, что было припасено, давно было съедено. Тогда все люди поняли серьезность положения. И в душу начала закрадываться паника. Наш город скоро был окружен немцами. Началось скорое отступление. По нашей улице пробежало около двадцати солдат, и сразу все стихло. В городском саду кто-то стрельнул из пушки. Но после двух выстрелов стрельба прекратилась. И через некоторое время по улицам пошли пешеходы. Мои дети подбежали ко мне. Мама, вон девочки идут в магазин, можно и нам? Идите, да только сразу же и назад. Только зашли за угол и назад. Мама, там немец на велосипеде. Это был мотоцикл. Значит, немцы взяли город. В город прибывали солдаты с очень тяжелыми ранениями. Они даже были не способны двигаться. К моим дочерям примкнули еще женщины, организовали кружок помощи русским раненым и уже открыто собирали для них все, чем люди в городе могли поделиться. А раненых оказались тысячи. Когда фронт отошел вглубь страны, всех военнопленных распустили по домам. Местные вернулись домой, а те, кто был издалека, начали устраиваться в колхозы или в мелкие частные хозяйства, которые при немцах еще некоторое время существовали. Неожиданно объявили, чтобы все военнопленные явились для регистрации. Явившихся сажали, и появился в Мариуполе первый концлагерь. До сих пор евреям разрешали ходить свободно, хотя власти следили за ними. Как-то постучался к нам старик Горлин и сказал, что немцы велели всем евреям собраться с вещами в дорогу. А вечером того же дня вели евреев по улице в военные казармы. Когда мы выбежали на улицу, то первая колонна уже миновала наш двор. Впереди шли раввины и врачи с семействами. Вся еврейская интеллигенция. Старых вели под руки, больных несли на носилках. А дети шли просто с узелочками за спиной. Все шли очень медленно. Когда прошла последняя колонна евреев и конвоиры уже скрылись за углом, мы увидели молодую женщину с двумя детьми, отчаянно пытавшуюся догнать их. Один ребенок грудной сидел у матери на руках, а девочка лет трех держалась за руку матери и тащила за собой большую куклу, которая мешала им быстрее двигаться, поэтому они отстали. Конвоиры как будто уже забыли о них, но мать схватила девочку вместе с куклой, посадила на отягощенную узлом руку и побежала догонять своих. Было трудно поверить, что они расстреляют семь с половиной тысяч человек без какой-либо причины, но несколько дней спустя они были казнены и закопаны в тех самых рвах, которые мы копали вокруг города перед приходом немцев. Свершилось страшное бесчеловечное преступление в истории. Несколько людей умерло в нашем доме. Евреи были убиты. Двор опустел. Моих детей и меня ссылали в Германию. На Мариупольском вокзале мы сказали прощай всему, что было нам дорого, и мы попрощались навсегда. Набили немцы нами вагоны до отказа и закрыли на замок. Один человек в тюрьме был немецкий солдат, дезертир. Он рассказал нам о Сталинграде и о том, что немцы разбиты на всех фронтах, что армии разгромлены и отступают. Он сказал, что пол Германии уже в американских руках. Мы слушали с изумлением, не веря своим ушам, не произнося ни звука, лавя каждое слово. В течение нашего четырехлетнего заточения мы не знали ничего о том, что происходит на фронте. Мы стояли часами в коридорах тюрьмы с другими заключенными, и нам никто не приказывал вернуться в свои камеры. отступают.